Почему тексты были? Почему тексты появились? Появились тоже опять поле тысячи фотографий. И как их организовать, что с ними делать, непонятно. И вот это ощущение того, что фотография должна как-то организоваться в какую-то одну общую группу, что это должно быть что-то. Фотография чего? Часто книги делаются. Вот я решил сыграть в книгу. Это была игра в книгу. Из ничего. И поэтому появились тексты. Но одновременно в это же самое время, немножко раньше я познакомился с московским концептуализмом, которые тоже какие-то тексты писали, какие-то тоже дурные часто и иронические еще какие-то. И поэтому мне легче было. То есть я нашел формальный ход, был понятен. Например, картина Кабакова, где он рисует громадную картину и какую-то картину. И там какой-то фигней такой легкий текст. Или вообще картина из одного текста. Там мой дневник мой или еще-нибудь еще. То есть в принципе это использование тексты там было очень определено. У меня нечаянно это было, неосознанно. Там в наложениях были показаны какие-то картинки с текстами. Эти тексты я просто находил на улице, детские тетрадки. Мне все время интересно были все формальности, которые можно было найти. Или там тень, или тень, или какая-то структура, или еще. Детский текст в тетрадке, он тоже был для меня фактурой. Снимая детский текст, накладывая его на куда-то, получал новое ощущение тогда. А здесь, когда я вот познакомился с концептуализмом, я понял, что это как бы ими давно разработанная система, которая буква и вес, буква и слова, и мелохла. Это получилась такая книга. Там три книги таких получилось. Одна из них вышла и она была названа лучшей книгой. Там почти сколько там, ну какая-то лучшая книга была. Десятилетие была названа. В мире даже. Из фотокров. Вот так. И вот на что она показывала. Вот это вот серые картинки, которые были показаны. В принципе, такая серость. Вот какая серость, но внутри. И эта серость для меня, действительно, она брежневская серость. А текст, оно как бы говорили о том, что в этой серости внутри все равно существует какое-то там выражение, а чего так хочется. И вот эта вот внутренняя интеллектуальная работа, она как бы там и запечатлена. Одновременно и серость, и одновременно интеллектуальность. Потом, понимаем, жизнь начала, ну в 90-е годы она распалась. Жизнь началась, стало быть, плохо, я уже сказал, уже ассоциации. То есть я вышел, нечаянно нашел одну картинку, которая... Книга называется «У земли». А мы вспоминаем... А я вспомнил, а из чего же название... Подожди, постой пока. Название пошло из идеи не «У земли», а «На дне», у Горького. То есть так как бы... Что получилось? Я увидел здесь, сейчас я позже покажу картинку, где люди лежали вот так вот прямо. Потому что неожиданно вдруг на улицу после 90-х у них высыпало что-то такое, масса людей. Одновременно... Но что получилось? Лежачие люди и на Западе есть, и здесь есть. Но почему мне это было... Оказалось интересно, мне тоже интересным это... Потому что здесь начало падать одновременно все. И люди падают, и все опускалось. Вот верни назад. И ощущение того, что мы идем куда-то назад, вызывало картинки, которые можно было легко снять. До этого я старался снять фотографии, которые ни на что не похожи. Как бы вот наша жизнь. Вот она такая. Вот этот стол, такой вот такой. В этот момент, когда я почувствую, жизнь идет вниз, я мог снимать то, что мне напоминало что-то. Вот это напоминает мне лично, я не знаю, может, наверное, другому напоминает другое, но мне напоминало, например, ощущение где-то 38-х годов, довоенное такое состояние, какое спокойное, и бедное какое-то еще, и солнце какое-то. И вот эти вот различные типы... И верни первую картинку. Или вот как бы ощущение чисто дореволюционности. И в то же время там трамвай идет. И вот эти вот связи, где и прошлое, и и теперешнее, оно соединялось, как бы, говорит о том, что где мы живем. Мы живем сейчас вот в том месте. То есть мы, в принципе, мы не понимаем, где живем. Мы когда снимаем нашу жизнь вот такую, то мы не знаем, это на это сейчас, где... Как сравнить эту жизнь, где она, с американцами или с какой-то другой системой. А когда я вот, вот это вот, например, картинка, она похожа на американскую депрессию, там, тех лет, да? А если я говорю так, мы сейчас снимаем и можем снять сейчас американскую депрессию, там, тех времен, значит, получается, мы живем сейчас, так они жили тогда. И тогда мы сразу понимаем, о чем эта картинка и почему она есть. Ну, для меня так было. И вот серия различных таких, серия различных картинок, которых коричневый цвет, вот эта картинка, которая мне дала у Земли, начало название, и от нее пошла вся серия, потому что да, вот это вот сейчас можно снимать это. Потом жизнь начала ухудшаться сильно, и ассоциации, как бы, дошли до войны, до военных ассоциаций. Военные ассоциации у меня ассоциируются с голубым светом, каким-то, и между прочим ленинградцы, которые делали, они тоже очень часто свои картинки тонировали в голубое, просто так, как бы, это делали какие-то голубое. И это ощущение легло в новое дело, новую серию, синюю серию. Ну, и следующая, понятно, что следующая, как бы, картинка будет, следующая будет серия с бомжами. Эта серия принесла мне на Западе самый большой успех, в принципе, не успех, не успех, а известность. Известность. Она известная, она хорошо известная, и все. И я чувствовал, когда снимал, я чувствовал, что картины должны быть большими. То есть, для меня здесь работали передвижники внутри. И эти передвижники, получается, как бы, вот эти большие работы, я их называю стилем критический реализм. И вот это ощущение критического реализма у меня все время было. Я его осуществлял. Я знал, что картины должны быть большие. Самая большая, лучшая похвала этой работе была сделана англичанином, Крис Килипп, такой известный фотограф и преподаватель. Он сказал, что нам, скажи, где он. Он сказал, что это, что ему, он бы хотел, чтобы он не знал про эту книгу. Но он ее посмотрел, и он не может этого забыть. И для него это, как бы, открытка, которая послана с Востока на Запад. Открытка о том, что, как бы, Запад выиграл экономическую войну. Ему от этого и стыдно, и больно. Но эти картинки, как это зовут, которые останутся у него навсегда. Это написал, ну, как сказать, директор визуал департмента Гарвардского университета, который связал. Да, но главное, что это он понял, он понял действительно. Он написал, то есть это было принято, как тот результат, который получился в прием. Ну, не все это приняли так, и там было много разных разговоров. И это, то есть это, как бы, самый такой хит, который был. Как он был принят в России, никак. Он тихонько, министр, увидевший выставку, эту выставку сказал, я бы его задавил своими руками. Ну, нормально. Наш, русский мунист. Вот, ну, она, в принципе, ни одной работы здесь не коллекционируется, а здесь. А там нормально все. И, возможно, сейчас выставка будет в Нью-Йорке мод и нарт. Не знаю, какой здесь вариант о том, что, можно подумать, что вот они там плохие люди, славяне какие-нибудь. Может, поэтому не приняли, я не знаю. Но я думаю, не поэтому, потому что эта книга сколыхнула целую серию разных работ на Западе. То есть люди начали более открыто. Потому что в последнее время, вот это, что еще получилось, в последнее время получилось, что на Западе тоже плохого не снимали. Плохое не продается, плохое не снимается, оно как бы ушло. А вот эта нахальная книга, она как бы дала опять какой-то толчок, и люди начали много опять снимать, обращать внимание на проблемы. И проблемы прошли. Это хорошая книга. И я могу сказать, что она честная. Для меня она честная. Когда я ее делал, я не думал, что это может быть что-то с ней сделано. Я знал, что я должен ее сделать, и все. Потому что в это время так получилось, что фотографу, зачем я буду меняться, почему я должен стоять с бомжом, чтобы я потом не продам ни одну свою картинку, со мной никто не будет потом здороваться, я не буду принят нормально. То есть те вот мои друзья, которые были в Харькове, они больше не хотели заниматься такой темой. Это могло их опустить в человеческом отношении. Я не говорю о том, что догадались или не догадались. Ну, региона тоже не старая, это проект 81-го года. Ну, 70-го, а не 70-го. Нет, он окончательно был 81-го года. В чем смысл этого проекта? Я работал, я вообще инженер, но потом бросил инженерство и заниматься фотографией. Просто заниматься фотографией. Ну, заработки небольшие, разные, там работал в институте. И халтура. Люди приносили мне маленькие картинки, это было по всему союзу, везде этим занимались, я понимаю. И я должен переснять, потом кто-то напечатал, кто-то эти картинки увеличит, вернее, я пересниму, увеличу, а кто-то их раскрасит и продадут тем людям. Почему? Потому что не было много цветных фотографий, не было вообще цветной фотографии, а людям хотелось прекрасного. И вот я долгие годы сидел, собирал эти картинки, вижу какая-то красная, вот, например, чувак попросил снять его вместе со Сталина. Это внизу заказ? Внизу там написано, внизу написано, сколько пресс-курант, сколько это стоит, документация там, да, это будет стоить, 18 рублей это стоило, или сколько-то, 8, я не помню, какая такая сумма. И много было разного такого дурного. Вот это, например, называю одиночество. Одна девушка хоть себе фотографировали с левым человеком, соединили, и с правым человеком, а с это, вот, ни с кем, ни одна, одинокая. А мне привезли вот такую, точно вот такую картинку из трех картинок состоит. Ну и разные варианты, которые связаны с этими, с покрасками. То есть здесь, я думаю, что я ввел, вот это, например, смотрите, он пришел куда-то, человек пришел к кому-то и берет заказ. Вот заказ, видите, у большинства, у многих людей зачеркнуты глаза. А у двух, подожди, а у двух нет. Вот этих двух нужно сделать. Но какой-то, наверное, садизм иметь, что взять и так по глазам. По глазам провести красным. Уже раз, раз. Как бы, ну вот для меня это как больно, да, и вот это мне показалось серьезно. В принципе, это такой советский домашний альбом. Самецкий, который в то время больше говорил о советском. Ведь многие снимали старые фотографии. Есть какие-то разные фотографии. Но вот это вот, вот это тона этого, этого советского какой-то боли. Это не индийская боль, которая тоже рассказывает о фотографии. Это не сладостная и китчевая ситуация, которая связана с церковной фотографией. А это вот советская. Я стараюсь найти какие-то изменения. Я стараюсь найти изменения. А некоторые стараются найти ту стабильность или ту вечность, которая есть. В принципе, вообще удобнее, конечно, делать, снимать вечное. Но это, я как в своей фотографии, я настроился именно на то, чтобы снимать сегодняшнее, моментальное. Не на то, чтобы снимать вечное. А если это сегодняшнее, пойдет вечное, слава богу. А когда она, кто упадет, никто не знает. Но на самом деле, вот эта вот уникальность момента для меня важна. Но не того момента, который там, оставить мгновение, ты прекрасно. Не этого момента. А момента вообще какого-то человеческого, чего-то человеческого. Но я не могу здесь точно сказать. Здесь есть разница между остановить мгновение, ты прекрасно. Это одно чувство, это что-то другое. А вот это другое, мгновенное. Потому что частное человеческое состояние, частное человеческое – это фотографическое. Что еще можно сказать? Я могу сказать, что Запад тоже не оставляет мя равнодушными. И там я продолжаю снимать в разных вещах. Есть несколько книг уже, которые там сделаны. Ну, а лучшая книга – это как бы «Между западом и востоком». Называется «Лукетмен, Лукетвоте». Посмотри на… Ну, я как бы кричал… Ну, не важно. Книжка о том, что… Я часто переезжаю. Вот Харькова, там, Берлин. Харькова, Берлин. И в разные места. И вот этот переезд, и первые ощущения Запада, они как бы… Ну, они освобождают тебя от чего-то. Мораль как-то немножко уходит. Это может, нельзя, освобождается. И эта книга как бы связана с этими отъездами. С этими отъездами, с ощущением и с пониманием этих отъездов. Отъездов, приездов, находятся там. И то, что именно через меня проходит. Я встретил это. Пошла. Я встретил это. Или кто же сказал, вот она, например, сидит… Книга начинается с нашей сумасшедшей и кончается ихним сумасшедшим. Наш сумасшедший говорит, любите эту другое. А их сумасшедший, он делал… Ну, там, в конце, если подойдем, вот их сумасшедший. Вот он стоит и берет вишни с этими, с косточками. Вишни нормальные, классные вишни, которые можно есть. Вот он берет… Он не ест их. Он их только, может, попробовал какой-то. Он вынимает косточки. И косточки бросает в урну металлическую. А плеву, то, что надо есть, он бросает на землю. То есть, делает обратное явление. Их сумасшедший хочет законсервировать жизнь, чтобы не то, что любить ее другое, а законсервировать жизнь, чтобы ничего не родилось. Косточки бросает туда. А то, что там он на землю бросает. То есть, понимаете, это всем такой… И он механически так вот делает. Туда-сюда ходит, ходит, бросает туда, ходит сюда. И вот это ощущение такое… Это чисто, мне кажется, немецкое такое. Есть какие-то объяснения, что это немецкое такое. Спасибо.